Это позор, это позор Украины и не только. Вы позорите себя и нас. С такими словами ко мне вчера с интервалом 30 минут обратились журналисты из Франции и Германии, которые очень много времени провели на Донбассе, на оккупированном Донбассе, пока их пускали. Вот такими словами вчера закончился мой отпуск. Я говорю, друзья мои, что здесь случилось? И мне сбрасывают ссылочку на Фокина, который заявил, что он не политик. И сделать какие-то определения по этому поводу он не может, потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока еще я не бачу, сказал Витольд на чисто украинской мове. Дело в том, что в Украине есть целая категория людей, которые, что бы им ни говорили, что бы им ни рассказывали, что бы им ни доказывали, они все равно будут говорить, что никаких признаков российского военного вмешательства нет. Это при том, что сами россияне, сам Владимир Путин лично таким идиотом, да, буду называть вещи своими именами, прямо говорит, что он отправляет на Донбасс решать людей военные вопросы, то есть убивать украинцев. Ну и еще, вот отвечая на последние свои пресс-конференции, Владимир Путин сказал, отвечая на мой вопрос, что он направляет танки и артиллерию на Донбасс. Но это делают страны, которые симпатизируют оккупированным регионам Украины. И еще очень так долго размышлял, что после того, как эта техника попадает в руки боевиков, ну то есть россияне передают эту технику россиянам, только без знаков различия они считают, и Путин лично, что эта техника становится теперь, ну как бы, местной. Донецкого так называемого ополчения. Логика очень интересная. Вот этими словами Фокин, конечно, просто взорвал украинское информационное пространство. Он обидел не только и оскорбил защитников Украины, которые прекрасно знают, с кем они воюют. Дело в том, что Витольд, ну по сути, провел сеанс уринотерапии непосредственно на президента Зеленского. Вы скажете, Рома, ну как можно высказываться в таком ключе? Да все очень просто. Ну давайте-ка посмотрим, что заявлял последнее время президент Зеленский. Ну, например, во время годовщины Иловайской трагедии. Он сказал, что это было вторжение Российской Федерации. Даже наш миротворец Зеленский. А вот совсем недавно была прекрасная речь. Вот 23 сентября этого года президент Украины на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Что он нам тут заявил? Давайте-ка почитаем. Смотрите. В то же время надо признать, что система все чаще начинает давать сбой. Ее атакуют новые баги и вирусы. Баги и вирусы атакуют систему международной безопасности. То есть, кого вирусом назвал Зеленский. Я говорю об этом как глава государства, у которого в 21 веке Российская Федерация аннексировала полуостров Крым. Государство, которое седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе. Ее военную агрессию. Ну, в смысле, российскую военную агрессию. И получается, что Фокин пошел против верховного главнокомандующего. Складывается впечатление, что вот такими своими очень странными заявлениями Фокин как бы тестирует Зеленского и задает публично ему вопрос. Владимир Александрович, а ты точно не лох? Ты говорил когда-то на линии соприкосновения, что тебе 42 года и ты не лох. Но если ты назначаешь таких людей, которые открыто плюют не только на Украину, но и тебе в глаза, вопрос действительно открыт. И казалось бы, да, каждый в нашей стране имеет право на свое мнение, только есть один нюанс. Фокин же в трехсторонней контактной группе, он же не возник как, я не знаю, какой-то дух. Его назначили конкретные люди. Интересно, кто же это был? А, смотрите, указ президента Украины номер 327 внести изменения и, в общем, первым заместителем руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Украина, ОБСЕ и Россия назначить Витольда Павловича Фокина. И получается интересная какая-то закономерность, что президент наш говорит о российском военном вторжении. Вот совсем недавно на встрече с словацкими коллегами он говорил о том, что, по сути, шантажируют его россияне, а Витольд ничего этого не видит. И почему-то складывается впечатление, что Витольд просто играет в другой команде. Я вот обязательно на ближайшем конференц-коле спрошу у Пескова, понравились ли заявления Фокина в части того, что там нет российского военного вторжения. Хотя россияне на самом-то деле ничего сейчас уже не скрывают. И понятно, что эта история, это заявление, оно как бы не может удивлять. Потому что позиция Фокина, она же всем известна. Вот он говорит, он не видит того, что это война между Россией и Украиной. Но когда был оккупирован Крым, что он через несколько лет сказал? Россию нужно понять. Потому что если бы она не захватила украинский Крым, туда бы пришли солдаты НАТО. Дедушкам даже рассмотрел в Черном море американские авианосцы, которые туда уже шли. Ну, чтобы как бы унизить всех русскоязычных в Крыму. Но если человек с украинским паспортом говорит в части военного вторжения в свою страну, что агрессора нужно понять и отпустить, то он кто? Ну, и занимает такую высокую государственную должность. Смотри, указ Зеленского. Мне кажется, он, ну, наверное, хорошее слово в русском языке. Предатель. Такие, кстати, в России презирают. Это, ну, в том плане, что Витольд, он, конечно, в такой высовой категории, возрастной категории 80+. Он, если думает, что ему за это скажут спасибо, нет. Это будет использовано исключительно российской пропагандой для того, чтобы говорить, смотрите, вот, один у них прозрел. А вот всем остальным в нашей стране, даже при власти Зеленского, почему-то это не понравилось. Аваков назвал Фокина мерзавцем. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе, то есть, кто это у нас? Кравчук, Резников и Мережко, они прямо говорят о том, что это российское военное вторжение. И, как бы, вопрос, о чем мы спорим? Мы спорим о том, что наших солдат убивал кто? Они сами из шахпа доставали танки, артиллерию. Конечно, на шестой год российского военного вторжения сам вот этот вопрос, он, как бы, как минимум, очень и очень странный. Ну, и что еще? Из такого интересного заместитель главы СНБО Кривонос назвал Фокина слепым дураком и маразматиком. После заявления его по Донбассу. Ну, и, естественно, самое тут красочное, это непосредственно реакция Ермака Андрюши. Вот, если мы зайдем к нему на Facebook, то выясняется, что у нас продолжается война, в которой Россия сторона конфликта, пишет Ермак, а не наблюдатель. Именно поэтому и в результате анексии Крима Запад внедрил санкции против России. Цитирую, пункт 2. Как ни странно, даже Ермак, как бы, впервые себя проявил. Что такое оккупационные структуры? Это так называемые молодые республики, которые создали россияне, которые являются оккупационными администрациями. Еще он жалуется на дипломатические капканы, которые были оставлены попередниками, ну, то есть, крошит по традиции батон на команду Петра Порошенко, которая подписала Минские соглашения. Документ очень неоднозначный. Но знаете, что очень, как бы, важно в данном случае? Он говорит про дипломатичные пастки. Дипломатичные пастки? Ермак, ты уверен, что это дипломатичные пастки? Я просто хочу вам напомнить, что когда были подписаны Минские соглашения, то Российская Федерация проводила активную наступательную кампанию под Дебальцево и захватила в результате этот украинский город. Это точно были дипломатические пастки? Или какие-то другие? Гарант наш молчит, а Ермак нам рассказывает, что Фокин должен уйти из трехсторонней контактной группы. Вопрос, а как он там появился? Да, ну, человек с абсолютно пророссийскими взглядами, со взглядами откровенного коллаборанта. Мы вспоминаем Машу Фокину, потому что дед Витольд попал в трехстороннюю контактную группу не через постель, а через внучку и ее друга Андрюшу, который является по совместительству главой офиса президента. И теперь нам рассказывают о том, что у него там личное мнение у Фокина. Ребят, посмотрите на указ. Что там написано? Последняя строчка. Президент Украины Владимир Зеленский. И если у этого человека, которого назначает Зеленский, по такому важному, ключевому вопросу в Украине противоположное особое мнение, то почему он его высказывает с официальной позиции? Вы не знаете? И, конечно, это не может не вызывать вопросы. О том, что это трехсторонняя контактная группа, ничего не решают. Ермак тоже говорит, что все решения принимаются в рамках нормандского формата. Ну, тогда вопрос сам по себе напрашивается. Если трехсторонняя контактная группа ничего не решает, и это правда, когда назначили Кравчука и Фокина, я вам сразу сказал, что деды могут говорить все, что хотят, но ответственность на Зеленском и на Ермаке. Вы зачем этих людей таких толкаете, которые фактически только возмущение посылают внутрь Украины и никоим образом не влияют на расклад сил на линии разграничения. Ермак, да, сказал, что Фокина пора отправить на покой. Отправить его там, где он был. Но только он его так интересно защищает. Смотрите. ХИБА ЦЕ ПАН ФОКИН ПОГОДАВ ЗОБОВЯЗАННЯ ПРОВЕСТИ ВИБОРИ В ОРДЛО НЕ ПІСЛЯ, АЛО ДО ПОВЕРНЕННІ В Украине контролю над кордоном за Россией? Ні, не Фокин. Порошенко це погодив. ЧИ МОЖЕ ПАН ФОКИН ПОГОДАВ ЗОБОВЯЗАННЯ КОНСУЛЬТУВАТИСЯ ЩОДО ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА? Ні, не Фокин. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокин? Ні, не Фокин. Тобто попередники винні. Але ж виходить як? Попередники винні. І вопрос сразу обращается внутрь страны. І страна-агрессор, она как бы выносится за скобки. С большой вероятностью после такой реакції Ермакам Фокина отстранят, уволят. І он продолжит нести вот этот вот свой пророссийский бред на страницах пророссийских изданий. Но знаєте, ведь любое действие, любое назначение имеет свои последствия. Вот 29 сентября была еще вот такая прекрасная новость. Все більше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе. Это опрос фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева совместно с социологической службой Разумкова. 60% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начали Россия. 21% считают, что войну начали украинское правительство олигархи. 18% затруднились с ответом. И вот здесь, особенно в преддверии местных выборов, эти цифры, они очень и очень показательные. Ну, во-первых, получается, что население у нас немножечко прозревает. И это странно. У нас президент миротворец, который говорит, что нужно просто прекратить стрелять. И 60% населения нашей страны, когда слышат заявление, что Россия здесь ни при чем, они, наверное, думают, слушайте, точно нам нужно голосовать за Зеленского, если он проводит такие кадровые назначения. Вот эти вот 21% и 30-х, которые считают, что войну начало украинское правительство, и олигархи, эти тоже голосовать за Зеленского не будут. У них есть свой кумир. Это Владимир Путин, ну, в данном случае его тень Виктор Медведчук. Хотя логика, конечно, ущербная. Олигархи и правительство начали войну. А почему там российские флаги, а, дорогие соотечественники? Вас этот вопрос никоим образом не озадачивает. Но еще 18% опрошенных затруднились с ответом. Так называемое электоральное болото. И часть из них, естественно, ну, как бы пересмотрят фильм «Слуга народа» и проголосуют за партию «Слуга народа». Ну, потому что извилин в голове немного. И что-то значит, что вот с таким вот, с такой вот политикой «Отслуг народа» в таком политическом смысле скоро останется зеленое пятно. Это при том, что там очень много действительно патриотических, проукраинских и настоящих людей. Ну, что ж, будем надеяться, что Маша Фокина не вмешается в эту историю и не отстоит своего деда Витольда перед Андрюшей. Ведь он работал на шахте. Это значит, что он большой специалист в вопросах миротворчества. На этом все. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, если что, можете заглянуть на мою страничку на Патреоне и задонатить прекрасный канал с поэтическим названием. Роман Цымбалюк. Чао.